Друзья, в эти непростые времена нам нужна ваша поддержка. Помочь антизомби в информационной борьбе против оккупанта можно по ссылке на донаты в описании. Всё будет Украина, друзья! Если вы хотя бы некоторое крайне непродолжительное время посмотрите российские федеральные каналы, вы тут довольно быстро поймёте, насколько серьёзно в России стали относиться к войне с Украиной. Да, для самых упоротых ура-патриотов они всё ещё используют темник, мол, Россия ещё и не начинала воевать. Ещё ничего не начинали. С тобой ещё толком-то ничего. И ничего не начинали. Но даже беглого анализа достаточно, чтобы сделать простой вывод. Путин окончательно перевёл Россию на военные рельсы. И доказательств тому, ну, очень много. Например, не секрет, что оборонные заводы работают в три смены, а особенно это касается того, что в России называют высокоточным оружием. Оборонные заводы перевели в трёхсменный режим из-за войны. Загружены резервные мощности, задействованы все накопившиеся технические и человеческие ресурсы для обеспечения возросшей потребностями на обороны РФ. Довольно активно проходит и скрытая мобилизация. Для длительной и кровопролитной войны Путину нужно много пушечного мяса. А с тем учётом, что запасы ненужных Кремлю мобилизированных людей из Донецка и Луганска быстро редеют, для их компенсации вербовщики ЧВК Вагнера запустили свои руки уже и в тюрьмы. ЧВК Вагнера занимается вербовкой среди заключённых. На Донбассе погибли минимум трое заключённых, завербованных частной военной компанией Вагнера. Эти люди ранее отбывали наказание в петербургской колонии 2К-7. Заключённым обещают хорошие деньги, а главное – свободу. Отлично понимая при этом, что до этой самой свободы в такой мясорубке, как сейчас, доживут единицы. При этом любопытно наблюдать, что федеральные каналы, которые всего пару лет назад на клочки рвались, мол, никаких ЧВК у России нет. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в России до юры нет частных военных компаний. Теперь, как ни в чём не бывало, максимально пиарят наёмников из ЧВК Вагнера. Бойцы частной военной компании Вагнер продолжают вести наступательные действия в сторону Бахмута. Теперь, в общем, показываем открыто, ребята, частная военная компания Вагнер, действуют они здесь, входят в состав... Частная военная компания Вагнер за те подвиги, которые совершают, они получают высокие государственные награды? Володь, насколько мне известно, да. И глядя на всё это, нет никаких сомнений, что это направление они будут всячески развивать, в надежде на то, что на необъятных просторах России желающих хватит. Тем более, что планы Кремля уже официально не ограничиваются одной лишь Украиной. Суверенитетов больше никогда не будет, и все народы, населяющие когда-то большой и могучий Советский Союз, снова будут жить вместе. Для этого мы не пожалеем ни сил, ни средств. И мы уже начали под единой рукой Москвы. Во главе со славянским народом мы пойдём в следующий поход для восстановления границ нашей Родины, которые, как известно, нигде не заканчиваются. Вот такую прелесть, например, накатал на своей странице в соцсетях внезапно проснувшийся пробник Путина по имени Димон. Чудак прямо заявил, мол, Россия не пожалеет сил и средств на восстановление Совка, и что после Украины Россия будет оккупировать Грузию. Северная и Южная Осетия, Абхазия и оставшаяся территория Грузии могут быть объединены только в составе единого государства с Россией. А после Грузии российские войска отправятся в Казахстан якобы возвращать исконно русские земли. Казахстан – это искусственное государство, бывшие русские территории. Пока туда не придут русские, порядка не будет. А теперь просто вдумайтесь, насколько у расистов поплавились мозги. Ведь в данном случае Россия угрожает союзнику по ДКБ. И не нужно отмазываться, мол, страницу Медведева взломали. Ведь фактически то же самое буквально за неделю до этого озвучил Шойгу. Все это временно. И наша страна опять будет большой и сильной. Опять будет Советский Союз. И никто никуда не уйдет. То есть планы кремлевских дедов вполне себе ясны. И они отлично понимают, что играют, по сути, на все деньги. Что чем дольше будет война и сильнее санкции, тем меньше популярности у нее будет в народе. А потому на военные рельсы прежде всего поставлена и машина пропаганды. Даже героев мультфильмов типа тех же смешариков теперь рисуют со свастикой расистов. Резко переформатировались и другие, казалось бы, никак не связанные с армией или войнами форматы. Помните, например, абсолютно упоротое творчество канала РЕН-ТВ. Ребятушки годами взрывали мозг зрителям своими псевдоисторическими документалками. Расшифрованные имя ДНК древних викингов не оставляют сомнений. Викинги – это потомки жителей севера, современной России, которые пришли в Скандинавию около 10 тысяч лет назад. Не мы произошли от африканцев, а африканцы от нас. То есть жители Черного континента – младшие братья прославянского народа. Из них, например, ура-патриоты Ваня и Маша узнали, что в отличие от всей остальной планеты, произошли не от обезьян, а, внимание, от космических медведей. Все произошли от обезьян, а мы от медведей. Мы потомки не обычных, а космических медведей. Ох, как ура-патриотическую публику распирало от гордости после каждого подобного эфира. Да и как же не гордиться Россией, если пусть не деды, а прадеды всей дикой и неухоженной планете свет в будку провели. Вот вы думаете, кто в свое время Америку открыл? Только, пожалуйста, давайте вот без этого какого-то Колумба. А то знаем мы вас наивны. Невероятно, но оказывается, наши народы открывали Северную Америку не один раз. Если честно, то мы даже будем скучать по этой РНТВшной наркомании. Ведь теперь силами Минобороны Игорь Прокопенко вместе со своей командой был выкуплен у инопланетян. И вместо псевдоисторических фейков занялся клепанием фейков о войне с Украиной. Причем очень неумело. Кадры недели, которые, очевидно, не должны были попасть в сеть. И на них украинские военные в Виннице после удара очень быстро что-то собирают с земли. Это, кстати, типичный пример. Один из последних выпусков канала РНТВ. Авторы ездят по ушам зрителей якобы неизвестными фактами о ракетном ударе по Виннице. Тогда, напомним, российская армия убила десятки мирных жителей, в том числе и детей. Российские войска обстреляли ракетами мирный украинский город Винницу. Ракеты попали по центру города. Там в это время было много людей. Число жертв в результате ракетного удара России по Виннице выросло до 26 человек. Среди погибших трое детей. Но РНТВ всячески старается перевернуть историю с ног на голову. Послушайте вот бредни сумасшедших. Они собирают обломки украинской ракеты. Потому что сейчас понаедут журналисты и начнут снимать последствия удара по мирным жителям якобы российской артиллерии. Оказывается, украинские военные сразу после обстрела бросились собирать остатки якобы украинской ракеты. Сами себя украинцы обстреляли. Чё кому не ясно? Всё просто. Ведь нужно успеть максимально достоверно для СМИ подстроить, что стреляли якобы русские. И мы бы могли потратить на разоблачение этого бреда пару минут, показать полёт калибров над Винницей, характерные осколки. Но это абсолютно пустая трата времени. Знаете почему? Очень просто. Министерство обороны РФ давно подтвердило, что по Виннице стреляли именно они. Высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» нанесён удар по зданию гарнизонного дома офицера в городе Винница. А Симоньян, которая до войны перед камерами мыла о маленьких гробиках. Там каждый день гибнут люди. Там погибли тысячи мирных граждан. Там у тысячи детей оторваны руки и ноги. Тысячи детей похоронены в маленьких гробиках. После гибели детей в Виннице принялась бледь о сопутствующих потерях. Это из серии «Русским можно детей в Украине убивать». Женщин на свете 50%, детей примерно четверть. Современная война – это тяжёлые взрывы, не разбирающие правого и виноватого. Иными словами, появление среди жертв войны женщины с ребёнком статистически высоко вероятно. По сути, неизбежно. Ну а теперь вернёмся к самому главному выводу. Пропагандисты и чиновники в РФ считают россиян настолько тупым стадом, что в своих сводках просто-напросто противоречат друг другу. Нужно успеть максимально достоверно для СМИ подстроить, что стреляли якобы русские. Нанесён удар по зданию гарнизонного дома офицера в городе Винница. Но это же ещё не все прелести промывки мозгов зрителям на канале РЕН-ТВ. Помимо откровенных фейков, как это было в истории с Винницей, там всё ещё не стесняются прокачивать методичку о невероятной крутости российского ПВО. Важные стратегические объекты в Крыму надёжно прикрываются многочисленными комплексами С-400 «Триумф» и батареями зенитно-ракетного пушечного комплекса «Панцирь-С-1». Такое вооружение способно отражать даже залповые удары. Эти бредни и на других российских каналах месяцами крутили. Смотрите, на самом деле наше ПВО, оно лучшее в мире. Оно глубоко эшелонированное. «Хаймарс» пресловутый, по сути, те же самые системы «Смерч». Ничего не изменится. Всё будет идти так, как оно шло. Тогда мамкины эксперты хорохурились, мол, какие ещё «Хаймарсы»! Ха-ха! Да наши «Панцирь-С-400» будут щёлкать их, как орешки! Ракета мы перехватываем, перехватываем достаточно успешно. Буки, торы, панцири работают в высшей степени эффективно. Щёлкают, как орехи. А потом был, например, остров Змеиный, где всех, кто выжил из гарнизона, эвакуировали вертолётами. А сгоревшая система ПВО Россия побросала, и на их фоне селфились пацаны из ВСУ. А ещё был стратегически важный для РФ Антоновский мост. Являются основными артериями снабжения нашей группировки войск, как боеприпасами, продуктами питания, водой, личным составом, так и эвакуации в тыл. И там как-то тоже ни «Панцирь-С-400» не спасли. Украинские военные этой ночью вновь нанесли удары по Антоновскому мосту через Днепр в Херсонской области. Били теми самыми «Хаймерсами». Действительно отличается. Отличается как мощность заряда, так и по точности нанесения ударов. Но не критично. Не спасли они и российские центры принятия решений. Пропагандиста Сладкова вот почитайте. Украинские ракетчики и артиллерия уже несколько раз нанесли удары по нашим центрам принятия решений. С результатом центры небольшие, но важные. То есть мыльный пузырь о мощи российского ПВО, раздуваемой пропагандой годами, не просто лопнул, а с треском и забрызгал всех крикунов. И на Первом канале, и на канале «Россия» мамкины эксперты уже подсдулись. Масса, масса уже складов, штабов и прочего было подвержено ударам. С исключительной, к сожалению, результативностью. Эта операция позволила нам посмотреть в глаза военной правде, чего мы стоим. Очевидно, потребуется перестройка системы ПВО. И только на РЕН-ТВ продолжают упорно кричать «Халва», стараясь сделать хорошую мину при плохой игре. Причем очень забавно. Мол, все хаймарсы в сторону Крыма будут сбиты ещё на подлёте. Пущенные в стороны Крыма или Керченского моста снаряды будут сбиты не просто на подлёте, но задолго до того, как пересекут границы. И очень уж хочется уточнить, а чё вам раньше мешало? Но анализировать факты никто не собирается, ведь главное в русском мире кричать погромче. И они стараются, кричат. Например, о том, как вместе с Китаем будут громить НАТО. Большая военная кампания против России действительно может закончиться более чем неожиданно, причём для самого коллективного Запада. И дело даже не в том, что в случае реализации подобного натовского плана к России присоединится самая многочисленная в мире армия Китая и как минимум пройдётся катком по американским союзникам на восточном фланге. И буквально тут же ровно эти же люди рассказывают о типа исторической встрече Путина в Тегеране. Мол, царь-батюшка, выпросил беспилотники и теперь, возможно, спецоперация-то поживее пойдёт. Особое внимание было приковано к двухсторонним переговорам России и Ирана. В частности, то, что касается поставок иранских беспилотников для российской армии. Ведь их наличие может значительно ускорить ход специальной военной операции России на Украине. И вот всё это они говорят на полном серьёзе и, судя по всему, сами не замечают противоречий. Как вы, НАТО, собрались побеждать, а смешные, когда у типа Второй армии мира за пять с половиной месяцев без Ирана даже с Украиной не получается справиться? Что касается поставок иранских беспилотников для российской армии. Ведь их наличие может значительно ускорить ход специальной военной операции России на Украине. Но опять-таки, минутки логики в путинской России давно не в моде. Главное – наваливать побольше да послаще. Например, о том, что Украины нет и никогда не было. Вот взять, например, так называемую Украину. Вся история этого так называемого государства, выдуманная, на самом деле никаких украинцев не существует. А Россия была вынуждена напасть, чтобы спастись от, цитата, «грязной ядерной бомбы». Америка своими руками создала образ маленькой и якобы гордой Украины, которая не побоялась злого чудища, то есть нашей с вами страны. Ну и какое же мы чудище? Разве это в нашей стране готовилось к применению биологическое оружие? Разве это мы из-под полы стряпали грязную ядерную бомбу? Ну ничего, вы потерпите. Победа обязательно будет и над Украиной, и над Америкой. Россия – очень серьезное государство. Мы долго запрягаем, да быстро едем. И если на нас напасть, то мы обычно побеждаем. Это наши американские партнеры еще недавно, а теперь стратегические противники должны зарубить у себя на носу. Или мы им на носу это зарубим. И вот миллионы людей, наслушавшись такого, ложатся спать счастливыми. Их уже не волнует ни безработица в России, ни копеечные зарплаты, ни грязные подъезды, ни крыша, которую ремонтировали последний раз 30 лет назад. Они искренне верят в величие путинской России. И скажите после этого, что Путину не повезло с народом. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова